здравствуйте меня зовут дарья потебня я автор двух книг по современному макраме и сегодня я покажу вам как сделать вот такой лаконичный стильный макраме венок используя всего пару узлов специально для сайта телепрограмма про для мастер-класса нам понадобится металлическое кольцо диаметром 20-22 сантиметра теоретически его можно заменить на кольцо из фанеры такого же большого диаметра также понадобится два отрезка хлопковой веревки толщиной 5 миллиметров длина каждого отрезка 4 метра если под рукой у вас нет веревки можно заменить на хлопковый шнур такой же толщины дополнительно нам понадобится скотч ножницы отрезки нити цветного шпагата красного и темно-зеленого цвета два небольших отрезка джутовой нити а также дополнительные декоративные праздничные элементы два отрезка нити я сложила пополам и нашла их середину эти две серединки мы располагаем на кольце одна нить ниже другая идет чуть выше кольца и фиксируем их скотчем для удобства если вы пользуетесь веревкой вы можете на каждом кончике нити завязать еще дополнительные узелки чтобы нет не распустилась раньше времени так как концы хлопковой веревки имеют свойство раскручиваться если их вовремя не зафиксировать разворачиваем кольцо к себе таким образом чтобы начать плетение сверху вниз первыми двумя кончиками сейчас мы будем с вами оплетать металлическое кольцо нитью которая находится слева формируем петлю нить которая находится справа огибает металлическое кольцо и и кончик мы вытягиваем в эту петлю которую сделали только что аккуратно затягиваем тянем два кончика в две разные стороны и следующий виток у нас точно также каждый раз мы заводим петлю с левой стороны правая нить выходит через петельку огибая металлическое кольцо у нас образуется вот такая перекладинка значит узел завязан правильно и вы можете продолжать в том же духе этими двумя концами нити мы оплетаем ровно половину кольца затем мы переходим к тем кончиком которые у нас зафиксированы скотчем для начала мы убираем этот скотч затем мы продолжаем плетение уже знакомым нам способом левой нитью формируем петлю правой нитью огибаем и вытаскиваем кончик в эту петлю затягиваем и таким образом продолжаем оплетать кольцо вот вторую его половину когда два плетения встретились посредине оставьте между ними где-то расстояние 3-4 миллиметра направьте кончики в противоположные стороны в нахлёст и мы начинаем располагать наш декор это еловая веточка и веточка с ягодами вот так как элементов много рекомендую все это закрепить для начала скотчем и уже потом мы пройдемся поверх веревкой далее нам потребуется отрезок хлопкового шпагата темно-зеленого цвета длина где-то метр двадцать мы формируем из него петельку один кончик веревки остается где-то сантиметров 25 и второй более длинный и мы будем обматывать место крепления располагаем петельку поверх место закрепления до места где находится скотч и все веточки петелька сверху и длинным концом веревки мы начинаем обматывать все это дело когда вы обматываете петлю да и место вот этого скрепления старайтесь найти какую-то оптимальную силу затяжки и не делать это слишком слабо но и не затягивать одновременно слишком сильно чтобы вы смогли в случае чего скорректировать на дальнейшие действия когда мы обмотали нужный нам 3-4 сантиметра кончик нити мы продеваем в петлю первым концом нити мы прячем эту петельку внутри аккуратно затягиваем вот подтягиваем два кончика верхний и нижний и тем самым делаем нужную затяжку теперь мы будем оформлять кончики хлопковой веревки для этого складываем кончик в петлю размер петли примерно формирует размер элемента который у нас получится в итоге и свободным концом мы начинаем обматывать эту петлю принципе очень похожая манипуляция с тем что мы делали только что с зеленой веревкой мы делаем нужное количество витков и продеваем свободный конец также в петельку и я опускаю все вот эти витки таким образом чтобы петелька спряталась внутри свободный кончик мы обрезаем у нас с вами в наличии еще три таких же нити и из них мы делаем точно такие же бубени чеки кончиков зеленой нити у нас будут маленькие кисточки для их создания нам понадобится картонка размером с классическую визитку вот и мы делаем определенное количество витков берем для этого темно-зеленый шпагат у меня получилось 8 витков на одну кисточку один виток это один полный оборот нити вокруг картонки отрезаем нить конец который мы наматывали теперь та нить которая у нас свободная мы продеваем ее сквозь вот эти вот витки на картонке завязываем два узла и это будет вершинка кисточки узлы завязываем самые обычные простые которые вы умеете завязывать затем ниточка от узелка пойдет в общее количество ниточек в кисточке теперь мы срезаем нити все ненужные срезаем нити с картонки отрезаем также те ниточки которые слишком длинные сейчас затем берем дополнительный отрезочек это будет где-то около 20 сантиметров джутовой веревки можно использовать какую золотую ленточку даже или золотые нити все на ваше усмотрение и формируем уже знакомую нам петельку обматываем этой нитью кисточку у нас появилась головка у кисточки и более пушистая часть таким образом я обматываю где-то 4 витка кончик подеваю обязательно затягиваю да вы это уже все знаете и отрезаю лишнее точно таким же способом мы делаем вторую нашу кисть чтобы кисточки были еще пушистей я расчесываю их расческой с мелкими зубчиками и также немножко подравняем после расчесывания затем мы берем отрезок шпагата красного цвета отрезок где-то длиной около 50 сантиметров или 60 на его месте в принципе может быть какая-нибудь классическая красная или бордовая лента завязываем классический бантик тот который вы все умеете делать и на кончиках я также делаю такие небольшие красные бубочки такие же которые у нас на белой веревке наш аккуратный быстрый и легкий венок готов а 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